Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Давненько я ничего не выпускал в полюбившейся вам рубрике «История создания модов», и сейчас спешу закрыть этот гештальт. Наш сегодняшний герой известен в меньшей степени, чем авторы из предыдущих пяти выпусков рубрики. По большому счету, игровое сообщество о нем узнало только в 22-й ферме, хотя первые попытки по строительству модов он предпринимал еще в FES 17. Его работа, а точнее сказать карта, существенно отличалась от тех карт, что можно было найти в общем доступе и привате. Неудивительно, что карта запомнилась и нашла свою публику. Итак, друзья, рад вам представить Бидона, он же Эльмир Амиров, и историю создания его карты «Колхоз Южный». Эльмиру 33 года, он проживает в Оренбурге. В своей жизни он много чем занимался, но сельское хозяйство всегда где-то было рядом. Вот и сейчас он занят в бизнесе по обслуживанию спецтехники иностранного производства, среди которых зачастую встречаются как раз сельскохозяйственные машины. Поэтому знакомство Эльмира с серией FES было неизбежным. С симулятором фермера я познакомился еще в году, наверное, 13-м. Насколько я помню, тогда она называлась еще даже по-другому. Что-то вроде Landvershaft, могу ошибаться. Но начало было положено именно в то время. После 13-й фермы, насколько я помню, вышла уже 15-я, и с нее уже все началось. Мое серьезное увлечение этой серией началось именно с 15-й версии. Наиболее сильное влияние на Эльмира оказала 17-я ферма. Именно с нее началось его активное знакомство с модами других авторов. Что называется, пробуя на вкус другие работы, Эльмир потихоньку стал заражаться желанием сделать что-то своими руками. Что касается моддинга, моддингом я начал заниматься в году 2018-м. Началось все с того, что, поиграв на дефолтных картах, я задался вопросом, а можно ли как-то перенести российскую глубинку в игру. Так я для себя открыл существование модов, и тогда я был очень сильно удивлен, что российское сообщество уже довольно развито в этом направлении. Не только российское, но и страны СНГ. Тогда я еще даже не задумывался о своей карте. Я жадно знакомился с картами от мототеллов, обкатывал различные моды. И в принципе даже не думал, что когда-то могу начать свою карту. Идея колхоза Южный пришла к Эльмиру в 2018-м году. Посмотрев на работу других авторов, ему захотелось реализовать в игре свою малую родину. Степной уголок в Оренбургской области в формате 4х4. Правда, в ФС-17 карта так и не увидела сверху. Идея создать колхоз Южный у меня возникла в 2018-м году. На то время я уже был достаточно насыщен картами и модами наших производителей, и мне захотелось чего-то нового своего родного. Я понял, что поглощая карты от наших мододелов, я каждый раз пытаюсь в них найти оголосок родного края. Но я также понимал, что полностью перекрыть эту жажду может только карта сделана своими руками. И карта создана на основе реальной местности. Таким образом родился Южный. Главной идеей Южного было вложить в карту ее широкие просторы, глубину степных ландшафтов, показать, что степь это неровная пустыня, развеять какой-то сложившийся стереотип о том, что это ровная пустыня, на которой нет ничего. Но, к сожалению, проект для 17-й фермы так и не увидел свет в связи с выходом фермы 19-й. Возможно, это может быть даже было худшим. Южному пришлось ждать своего часа целых три года. С выходом FS-22 Эльмир достал из загашника свой старый проект и принялся за работу. На этот раз он давил свой проект до конца. После выхода 22-й фермы я поймал себя на мысли, что мысль возродить Южный посещает меня все чаще и чаще. В итоге я нашел архив в старом ноутбуке, скачал его на флешку, привез домой. И по итогу в финальной версии изменились сами поля. Они стали неправильной формы в 17-й версии. Они были ровные, прямоугольные. Ландшафт и все, что было сделано для 17-й версии, они остались неизменными. Добавились некоторые производства. Старые производства также остались. Но в целом карта осталась вот именно такой, какую я планировал и видел для 17-й версии. Как и у любого другого начинающего мододела, главной проблемой Эльмира на первых порах было отсутствие опытного автора, который мог бы дать ценные советы. Другая проблема – нехватка свободного времени. Как результат, работа над Южным заняла целую пятилетку. Самым сложным в строительстве карты, безусловно, было понять все процессы, разобраться в деталях. Огромный вклад тогда внесли уроки Николаевича на Ютубе. Но на данный момент он почему-то удалил все видео со своего канала. Если кто-то знает, Николаевич – это автор карты Николаева. Однако сложности периодически все равно возникали. Делать впервые то, что никогда не делал, всегда довольно сложно. Особенно тогда, когда не у кого спросить совета. На постройку Южного для 17-й версии ушло примерно 9 месяцев. Но проект был задвинуть дальний ящик по причине выхода 19-й версии симулятора. Все ринулись туда, и я понял, что интереса такого карты уже не вызовет. Конвертировать ее в 19-ю я сразу передумал. Потому как, поиграв на ней 15 или 20 минут, сильно она меня разочаровала. И на этом была поставлена окончательная точка в моем решении, что Южный отправляется в дальний угол моего ящика. Так Южный и не увидел света. Что касается, сколько времени заняла у меня карта, то возродилась она только в 22-й версии. Если сложить все это время, то на всю разработку я потратил 5 лет. По словам Эльмира, внешний облик Южного полностью сформирован. Но кое-какие новинки в части производства нас еще все же ожидают. Касаемо изменений во внешнем виде карты, могу сказать одно, что внешний вид особо меняться не будет. Бесспорно будут добавляться какие-то еще производства, какие-то нововведения однозначно будут. Но касательно внешнего вида, я, пожалуй, сказал все, что хотел. В плане производства и механик недосказанности еще, естественно, остались. Они будут закрываться ближайшими обновами карт. Планов на будущее у Эльмира Громадье. В частности, он хочет создать еще одну большую карту по реальной местности. Проект получил название «СПК Искра». В ближайших планах у меня доделать второй проект, который несет название «СПК Искра». Он также основан на реальной местности и имеет размер 4К. Помимо этого, я принимаю участие в проекте «Садовый», которым занимается Илья Бондаренко. Принимаю я там участие, скорее, больше, наверное, даже как куратор, советник. Но я думаю, что мои руки тоже приложат туда какое-то действие. Также у нас в планах есть конверт Казахстана. Мы связались с автором оригинальной версии. У него она уже практически готова. Останется доделать некоторые моменты, прописать производство. Вот. И Казахстан у 22-й версии тоже скоро будет выпущен в свет. Вот. Ну и еще парочка идей, конечно же, всегда витает в голове. Потихоньку простают подробностями. Есть уже какие-то наметки на следующие карты. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо всем за внимание. Вот такой он, друзья, автор Южного Эльмир Амиров. Лаконичный и скромный, как и его атмосферная карта. Но, как известно, краткость и стра таланта. Остается лишь только пожелать Эльмиру удачи в его начинаниях. А в то, что его труды обязательно нас порадуют, сомнений нет. А я, друзья, как и всегда в конце своих обзоров, желаю вам здоровья. Обязательно берегите себя и своих близких. Чистого мирного неба над вашими головами. Подписывайтесь на группу Эльмира ВКонтакте, а также на канал Просто Симулятор, как в Ютубе, так и в ВК. Все ссылки в описании к видео. Удачи, друзья. Пока-пока.